Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я делала еще 4 химиотерапии А потом поняла, что все это зря Что никакие химиотерапии мне не помогут И обратилась к Господу Стала молиться И ездила в Труске, Сергию и Лавру И была в монастыре 4 месяца Сейчас у меня боли начались Но я продолжаю молиться С врачами я не пойду Но я сейчас еще стала лечиться травами Не знаю, насколько мне это поможет Прошу, Господа Читаю Акафисты по ночам Шел пыль Тоже прошу все пыль по помощи А до болезни вы верили в Бога? Я была крещена Я верила в Бога Но как на данный момент Я сейчас понимаю, что я была очень далека от веры Очень далека И в Труйской, Сергиевой Лавры Я была на исповеди На полной исповеди И меня, Ходькова, полностью крещение было Докрещивание Вот, год назад После этого я считаю, что После этого я взял боль А до этого, конечно Даже страшно А сами вы как считаете перед Богом? Вам болезнь это на пользу? Да Да А о чем тогда молиться? Молиться только о том, да будет воле его И он знает Дать нам здоровье Дать болезнь Как язык Отвернулся Заплакал Ему сказал не человек простой А Исаия Умрешь Умрешь И он заплакал И говорит Вспомни, Господи Я все делал для тебя И Господь И Господь услышал его И говорит Вернись назад Исаия И ему знамение дается Сидево Вот удивительное дело Еще 15 лет жил Он из царей Которые были в Израиле Один из самых лучших Он ходит в родословные И Христа И вот так с болезнью Люди иногда жили Годами И ждали возмущения Купальни Силамской воды Кто опускался первый Аж никто не знал Когда Вот об этом так и Сказано И мы тоже не знаем Когда и как И что Я лично не встречался Тоже Людмила Звать ее Она была Фигуристка На коньках И будто бы у нее Конек там В трещину попал Она только раскрутилась Ну и Нога-то торчит Там Она продолжает Крутиться Она парализованная была Но у нее Что-то там Вот об плечи Что-ли Так и шевелились Где-то Почерк мелкий Такой красивый Ровный Мы с ней переписывали Собатюшке На свитер связала Руки вот так Как-то вот сложенные Вот так вот И она говорит Вот Если бы сейчас Мне Было предложено Выбрать Вот какая была раньше Ну неверующая И какая сейчас Я бы не выбрала Говорит Чтобы остаться там Говорит У нас тут был один Иван Андреевич Слепой от рождения И вот он поехал Там кажется Киево-Пещерская лавра Называет там Монаха одного И он к нему подошел И говорит Ты хочешь быть Зрящим Он говорит Очень Я белый свет Ни разу не видел Но только Говорит Ты веру потеряешь Ты сделаешься неверующим То ли он его испытывал То ли так Я говорит Закачался Изберись Что говорит Я стою И онемел Какие неверующие Родственники Он все это знает Я его знаю Потому что Я у него печку делал Все рассказывал Я только прошептал Нет Лучше с верой Он обнял меня И говорит Молодец Я не знаю Какая-то другая болезнь Но Если зрения не было А у него даже Не было Еще Ямки одни Даже вообще Яблок-то не было Глазных Вот Бог иногда Так предлагает Останавливает Ведет Сколько ни живи Все равно умрешь Так-то сильно Уже и не надо Бы переживать-то сильно Да Я шесть лет назад Вышла замуж Как раз Перед операцией Я еще ничего не знала Познакомилась Вообще Чисто Случайно Мы Расписались Повенчались А год назад К нам пришла Его дочка Жить Пальчерица Она ушла от мамы В детдом Мама пьет Ну и вообще Очень плохо С ней отмелься Она пришла к нам Жить год назад В этот год Конечно Мне трудно судить Но Родственники Которые приходят Говорят Что девочка Очень сильно Изменилась Мы ее Вели Стали в храм Водить Причащаться Читать Святое Писание Пусть Девочка Стала меняться И как бы Конечно Хотелось Чтобы ей Еще что-то Дать Успеть А сколько Ей лет Ей вот Недавно Склонилась Двенадцать Ну так вот Марина Там у тебя Рядом Ты говори На лето В гости К нам Марина Знает Дорогу Да мы С удовольствием Быть Конечно Ну и пусть Берет ее С собой Там Еще у вас Там есть Маленько Наскребите Чтобы ей Прокормиться Кормиться Покупать У нас Ничего Нету Мы Живем За счет Того Что Где-то Что-то Достанем Государство Нас Лагерь Был 45 лет Нас Потревожили Мы его Закрыли А теперь По домам Купили Дома Ремонтируем И в них Живем Марина Может Рассказать Коля Рядом Да Марина Рассказала Ну вот Я бы С удовольствием Была Сама Собирайся У нас Отдохнешь А Бог Знает Может Тебе Бог Даст Здоровье Я вот Еще Думала Может Я в чем-то Не покаялась Вот Как Сказать Только Ты знаешь Одна Больше Никто А как Сказать Может Не покаялась Простите Об этом Надо Что Бог Открыл Открыл Обижала Родителей Там Поведуется Сказать Если покаялась Верь Что Бог Простил Себя Не убивай Этим Помнить Надо Не так Что Я забыл Господь Говорит Я забыл А ты Не забывай Я Говорит Забыл И забросил Захребет Себе Ваши Грехи Вино Но Надо Необходимо Помнить Нам Петр Помнил До самой Смерти Плакал Я Отрекся От Господа Как Павел Пишет Я Не достоин Называться Апостолом Они Помнили Это Это Побуждает К осторожности Иди Впредь Не греши Они Так Что Исповедовался Причастился На старые Подвиги Иди Впредь Не греши Чтоб Не было С тобой Чего Хуже Хуже Лучше Лучше Вам Не познать Путь Истин Неже Познавший Возвратиться Назад От Преданной Святой Заповеди Это Хуже Почему И Говорится И Павел Говорит Об этом Кто Надеется На Христа Только В этой Жизни Несчастный Человек Самый Несчастный Он Здесь Боится Все Взять И Там Ничего Нет Там Только Всем Умом Всем Сердцем Я В последнее Время Работала В храме Помогала Художнику Расписывать Храм Но Вот Уже В Твою Неделю Я Не Хожу В Храм Мне Тяжело Стоять Расписывать Но Никакую Инвалидность Ничего Я Вообще Не Оформляла Не Ходила А Почему Не Могу Себя Заставить Идти Оформлять На Инвалидность Должно Быть Основание У Государства На Это Деньги С Налоги Высчитывали Больным А Государство Заботится Я Просто Боюсь Что Заставят Идти Опять Ехать С Недель Скажут Что Ходила Заставят Ты Еще Не Знаешь За Ни Зачем Решать А Может Быть И Не Заставят Если Уже Не Видел То Вы Хворостовского Знали Ну Вот Сегодня Умер Ночью Вот Тоже Рак Рак Видите Опухоль Мозга Задорнов Умер Только Что Но Этот Кощунствовал Все Время Этот Неверующий Совершенно На Сто Процентах Лучше Бо Не Родиться Говорит Нежели Родиши От Плацки Не Родиться Свыше Лучше Бо Не Родиться Понимаете Тихоныч У меня В это воскресенье Сын будет Змечаться Скажите Правильно Как Сделать Чтобы В это воскресенье Вот Завтра Ну Вот Сейчас А Кто Сын Какие Препятствия Это Ну Как Правильно Потому что У нас Как Бабе Правильно Если Он Не Будет Жениться И Жить Без Греха И Один Павел Говорит А Мне Вас Жаль Будет Скорби По Плоти А Если Она Еще Маловерующая Неверующая Она Из Него Будет Жилы Тянуть Подкаблучник Такой Будет Жития Никакого Не Будет Он Не Знаю Куда Уйдет Поэтому Еще Советовать Павел Говорит Выйдет Замуж Не Согрешит Но Так И Будет Иметь Скорби По Плоти А Мне Вас Жаль Вот Так Еще Сказать И А Вот Винсы Иногда У нас Не Одевают Можно Их Одевать Винсы С Чего Надевать Винсы Винсы Ну Это Обещание Никакого Нет Если Не Надевают Надо Чтобы Обязательно Надевали А Того Не Было Никогда Это Папы Дуркуют Благодаря 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 Ну, Бог знает, кого и что дать. Надо просто прислушаться к своему организму. Тут везде отравлено, все было, а чего так много болеет-то? Все эти испытания ядерные были, а мы захватили это еще время. Ну, по милости Божьей, сейчас вроде не так, но болезнь-то одна и та же почти везде. Ну, не было бы вреда, если бы Господь не допустил. Это еще не сделаешь. Градий Пихонович, молитесь обоих. Молиться сейчас будете? Градий Пихонович, я прошу ваших молитв. Я буду молиться, сейчас мы будем молиться вечером, и мы вас помянем. Спасибо, Господи. Мы будем молиться о вас. А вы о нас молитесь, мы тоже об этом нуждаемся. Да, мы молимся, кто знает. У нас недавно одно и то же было, ей отрезали желудок полностью. Там еще что-то, селезенку. Ну, тут у нас есть, она веселая такая, тоже делали там химотерапию, все, ей полегшило. У нее четверо ребятишек, они в лагере у меня были, она знает их. Фрося там, Марина знает. Мы даже ее сходили в больницу, я записал ее, мы уже выставили ролик. Она выступала тут на собрании у нас, говорила. Ну, Бог знает. Я знаю, одна такая монахиня заболела и, ну, плохо всем. Она пошла там, какой-то монах жил, идти, не идти. Он говорит, польза-то какая, если уже все, уже опутал рак. Ну, батюшка, так охота пойти, ну, иди, страданий будет у тебя больше, ты пострадаешь и побрешь. Она пошла, сделали операцию, но она умерла и все. У нас как-то, когда вот умирал отец, мать, ну, как-то они, все так естественно и как будто, ну, валяет, сохнет там, нельзя есть там или что-то. Ну, и не дальше. Никакие врачи тут, ну, врач приезжала, посмотрела, типа, что он инвалид войны и как-то им так, а он, по-моему, истины еще это не стал. Ну, наступило время и помер. Главное умереть с Богом, прославляя Его. Мы временные, мы прах и в прах возвращаемся, а душа идет к Богу. В это надо, несомненно, верить, что грехи наши омываются кровью Иисуса Христа, и ничто, ничто не поможет. Не так, как Христос умер за нас. Это надо твердо держаться и благодарным быть Богу. Я не знаю, как бы я так заболел, вот как вы, я только молюсь, не дай Бог. Не дай Бог, а уж если дашь, дай все перенести. Я привык вот так, что я все время на ногах, все, работаю, там, голубям лажу, 78 меня уже, а я никак не могу вжить со своим образцем. Я в время с молодежью, и я с ними, так они в другой раз говорят, за вами не угодишься, говорит, работает. Марина, он знает. Ну да. Ну опять же, перед Богом все. Перед Богом, Бог знает как вот. Я никогда не думал, что я до такого возраста доживу. Меня и морили, и давили, и выкручивали, и в морозилке там меня держали. А я живой. А которые это делали, ни одного нету, все примерили. Все. Следователь умер, мне это 50 лет только было, не было. Прокурор умер, еще я не освободился, он уже умер. Бог разметал все. И которые нам вот в лагере пакостили, одного убитого нашли, другой там инсульт, вот такое вот все. Просто все разметал, Бог никого нету. И сейчас живем спокойно, никто не трогает. Спасибо Господу, ребята. Ну все тогда, да? Да. Ну если будут вопросы, с Мариной приходи на занятия, послушаешь. А сама настраивайся, лето будет, и придешь у нас ходить босиком по земле. Марина расскажет, купались все время, там травы, ягоды. И бывает, совсем незначительно что-то поможет. Потому что это природа. Да, и у нас в деревне небольшой домик, я там в основном живу. А, у вас есть где скрываться. Да. Ну и смотри. Я на земле люблю очень работать. Ну все тогда. Ну с Богом, отключайтесь. С Богом, ангела-хранителя. С Богом. Спаси Христос. За славу Богу. Давайте, отключайтесь. Ну, вот теперь мы знаем, о чем молиться. Спаси ее Господи и помилуй. Спасибо.